Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире. Сегодня говорим о том, как отличить настоящий реабилитационный центр наркоманов от секты. Вот скажите, в основном реабилитационный центр, на чем он зарабатывает? Некоммерческий реабилитационный центр зарабатывает на пожертвования родственников. Суммы разные. Есть в Центральной России очень дорогие такие вип-центры с бассейнами. Есть вип-центры на Бали, есть вип-центры в Таиланде. Суммы там достаточно хорошие. Кто может себе позволить, если отец депутата или член правительства, может себе позволить цену такую реабилитацию. В среднем сумма реабилитации не превышает от 20 до 60 тысяч рублей в месяц. Средняя реабилитация. Может поэтому идут чаще всего все, что там намного дешевле? Тысяч 10, может, обходится в месяц? Вы знаете, по-разному. Если говорить о сектах, которых я знаю. Приезжали к нам представители. Мы сначала даже не поняли, что это сектантский центр неопятидесятников. Представились они, показали фотографии, на которых они в компании с депутатами Думы, с известными спортсменами, рекомендательными письма были от Джигарханяна, Веры Брежневой, еще там от очень таких известных людей. Мы сначала даже не поняли, что за организация, но большой вопрос сразу стал, почему у них центры находятся в Германии, в Польше, в Америке, на что они существуют. Я задал вопрос, и как-то они стали от него уходить. И потом мы уже выяснили, что это действительно секта, и жили они на так называемой дешевой рабочей силе, и на пожертвования вот этих вот западных, ну, западной церкви. То есть переводились деньги из Америки, из Германии, и в них они как бы существовали. Теперь они немножко поменяли, такой приобрели коммерческий оттенок, и теперь они тоже берут деньги. Причем, знаете, проводят такие мероприятия, я видел ролик, но никогда даже не отличишь, что это какая-то секта, потому что там флаги Единой России, приезжают очень известные спортсмены, известные люди, и отличить человеку непосвященному, и даже порой специалисту, крайне сложно, что это сектанский центр. А в основном в тех встах нет специалистов, наркологов? Да почему нет? Они могут нанять специалистов. Мало того, понимаете, когда я спрашиваю, на какой основе вы базируетесь, они говорят, да, и программа «12 шагов», да, и мы православные, да, и у нас все хорошо, да, у нас наркологи, да, нас знают. Поэтому определить, что эта секта крайне сложно несведущему человеку. Я думаю, вы знаете, вот когда говорить об, ну, хоть какой-то информации, то профессиональные качественные реабилитационные центры, как правило, имеют рекомендации структур госнаркоконтроля и Минздрава. То есть Евгений Брюн, главный федеральный нарколог, и господин Иванов, директор ФСКН, они наблюдают вот эти ассоциации реабилитационных центров, они с ними взаимодействуют. И, ну, наверное, я считаю это правильно, потому что вот эта бесконтрольность, конечно, наверное, и породила вот это большое количество непрофессионалов. А были ли случаи, что на самом деле вот эта секта не помогла человеку, а просто его, не знаю, как лохотрон развели? Вот у меня здесь есть запись с НТВ, где, по-моему, в Ростове-на-Дону, не буду называть название секты, они сняли дом, завозили туда пациентов насильно, держали их наручниками, и с родителей брали достаточно большие суммы. Убеждая родителей, что это такая методика. Что это такая методика, да. И понятно, представляете, когда у родителей сын в безумии, там, залез на чердак, или разобрал автомобиль, за полчаса пошел помыть и искал там жучки, в состоянии такого безумия и паранойи. Но это действительно, это факт, да. За полчаса у нас пациент разобрал у отца новый Мерседес. За 4,5 миллиона. Просто отверткой искал жучки. Вот один пациент разрезал подушки, то есть родители пришли, там, по колено пуха. Тоже искал жучки. И, конечно, родители в таком отчаянии начинают верить уже в чудеса. И тут, когда приходят какие-то ребята и говорят о том, что да, мы сможем мотивировать вашего сына на лечение, на реабилитацию. Надевают ему наручники, крутят руки, увозят. И родители думают, что все там хорошо. Скажите, если такие псевдо у нас реабилитационные центры появились, их вообще кто-то контролирует? У нас есть уже на практике, чтобы закрыли подобный центр? Да, есть такое. А вот эти дела в Сибири. Преображение. В Сибири преображение, да. Ну, это подконтрольные федеральным службам. А здесь что касается Владивостока? ФСКН контролирует такие вещи. А уже были как раз прецеденты, что их закрывали, их разоблачали? Ну, наверное, это вопрос к ФСКН, но я не слышал о том. Я не слышал тоже. Но тем не менее, они сегодня существуют, и вы об этом знаете. А чем еще они могут быть опасны? Вы знаете, самая, на мой взгляд, большая опасность, это опасность психологическая. Она дает такое разочарование вообще в реабилитации. То есть, подменяет понятие реабилитации и подмены наркомании жизнью в секте. Это первое. И второе, наверное, опасность в том, что это пятно ложится на профессиональные реабилитационные центры. Да что там реабилитация, это все ерунда. Вот уже были там, и там были, и там были. У нас была такая структура в Уссурийске, где ребята там, военные, решили, что они могут реабилитировать за миллион наркозависимых, в течение 10 лет, по-моему. Я считаю, что они обманывали родственников. Ребята там просто маршировали, психотерапию называли, изучение географии за седьмой класс. Давали неверную информацию, у них были красивые буклеты. На деле, это не было, конечно, никакой реабилитации. И мы встречаем таких ребят, которые прошли вот этот реабилитационный центр под Уссурийском. И, конечно, эти ребята поломаны, их там и били, и в багажниках возили. И они, когда слово слышит «реабилитация», для них это просто табу и крест. И вот этот самый большой минус, что после таких псевдореабилитаций ребята просто разочаруются вообще в лечении наркомании и не верят в это. Но получается, вот благодаря, может быть, даже не знаете, псевдореабилитация, многие методики опробованы. Но тем не менее, да, вот вы как специалист скажите, что на самом деле больше всего воздействует, чтобы избавиться от наркозависимости? Это работа психологов или все-таки медицинское лечение? Вот прав был Сергей, говоря о своем реабилитационном центре, что это терапия средой. То есть среда в реабилитационном центре, который создается, терапевтическая. Она сама по себе целительная, лечебная. И терапевтическое сообщество, которое живет в этой среде, оно и является тем лекарством. Оно может быть основано, как на опыте одного зависимого трезвого, который наркоманил, например, 10 лет и теперь живет 15 лет в трезвости или 20 лет в трезвости. Этот опыт целителен. Либо вот духовная практика, которая есть в православной реабилитации, она целительна. Знаете, появляется у человека вместо пустоты, которая создает отсутствие наркотика, она начинает эта пустота заполняться. Все-таки психологический момент, он на самом деле самый главный. Психологический и духовный. И духовный. Скажите, а на самом деле это правда, что говорят, что в реабилитационных центрах родители отдают своего ребенка платить деньги, а там все равно он сидит на наркотиках, что там свободный доступ, их приобрести можно спокойно? Вы знаете, это нонсенс наркотики в реабилитационном центре, потому что лучше, чем сами бывшие зависимые, ну что ли, что называется, определить или вычислить наркомана, что он употребил, никто не может. Поэтому те ребята, которые имеют опыт трезвости и работают с консультантами в подобных центрах, они сразу наркотики в центре, что знаете, как говорят, спинным мозгом чувствуют. Если только появился наркотик или алкоголь в реабилитационном центре, это сразу появляется на поверхности. Скажите, а если у наркомана нет денег, куда ему идти? Пожалуйста, государственная служба. У нас замечательная система реабилитации в краевом наркодиспансере. Можно пройти ряд обследований, встать на учет и пройти бесплатную реабилитацию, за которую будет платить государство. У нас есть центр 12-шаговой, на гугле 35, и, пожалуйста, центр ВИТа, где можно находиться очень длительно. А там тоже сохраняется анонимность пациента? Там, где платят государство, нет, по-моему. Эти люди находятся на диспансерном наблюдении. Согласно закону, анонимная наркологическая помощь, она платная. Скажите, Сергей Владимирович, а вот если к вам попасть, что для этого необходимо? Насколько у вас пройти реабилитацию дорого? Или, не знаю, доступно ли это насколько? Я же говорил уже. Единственные критерии, по которым человек заходит, это личное желание и соблюдение наших правил. К нам приходят уже, как правило, процентов 70, ну, 2 из 3 такие, у которых уже где-то родители начали отказываться, родственники приходят, порой в шортах, майках и все. Поэтому то, что прихожане пожертвовали, вот на этом центре живет у нас. Все. Ну, либо там выпускники, которые закончили, там подкидывают денежку, зная, какие проблемы там у нас есть. Мамочки какие-то могут подкидывать. Но деньги – это не самое главное. Хотя со временем, когда человек к себе приходит, вот эта вот там трудотерапия, которая проводится, она не где-то там на стороне, как вот в сектах. Почему секты горят? То, что это работает, где-то вагоны разгружают, где-то там корабли там какие-то, да, вот, это тяжелый физический труд. У нас, если послушание есть, они либо при храме где-то, либо при наших подворьях, которые в крае находятся, у нас три подворья по краю, они работают каждый сам на себя. Ну, коров держим, значит, молоко пьем, курей держим, кур едим, картошечку выращиваем, картошечку кушаем. То есть вот эта работа именно такая. То есть не ради зарабатывания денег, хотя это очень тяжело на самом деле, это очень важно, если бы была государственная поддержка. Но нету пока на данный момент такой поддержки. Поэтому хоть как-то то, что приход, допустим, вложил, мы пытаемся вырастить и ту же картошку хотя бы частично возместить. То есть это наша такая вот отдача. Скажите, а много вообще таких, у которых изменилась жизнь после реабилитационного центра? Думаю, у всех она меняется. А у всех, кто вам пришел, и все 100% вышли уже без наркозависимости? Нет, вы сказали, изменилась или нет. Да, изменилась жизнь после реабилитационного центра. И просто так бесследно после любого реабилитационного центра не проходит. Это уже все, жизнь же продолжается. А вот насколько устойчивая ремиссия, вы хотели, наверное, спросить, да? Ну, я вам так скажу. Значит, вот из порядка там 650 человек, которые к нам за 11 лет обратились и побывали там хотя бы недельку на приходе, им не пошло, то есть они ушли. Вот из этих 650 полностью курс, это год и три месяца прошли, 100 человек, утром на 100 человек. Значит, из этих 100 человек до окончательного выпуска, это еще минимум три месяца, когда мы смотрим, когда человек уже может устраиваться на работу, проживать, в другом месте снимать. То есть как бы плавный переход в мир туда. Не все возвращаются домой. Некоторые пытаются отдельно, чтобы только не в свой район, ну, подальше убежать. Вот из этих получается 73. То есть каждый четвертый из амбулаточников, он либо срывается, либо нарушает, ну, какие-то правила нарушает внутри церковные. То есть какое-то благословение, там, да, своей волей проявил. Это по нашим критикам, да, он не сорвался на алкоголь и наркотик, но окончательный выпуска мы ему не делаем. Ясно, у нас есть звонок в студию. Здравствуйте, пожалуйста. Ваш вопрос. Так, наш телезритель не дождался, но, пожалуйста, перезвоните. Наш телефон 221-40-19. Мы ждем вашего вопроса. Я почему так спросила, потому что, вы знаете, я все-таки не разделяю, изменилась ли жизнь и избавился от наркозависимости. Мне кажется, если он уже избавился, то жизнь его должна, конечно, коренным образом измениться. А если он вышел и опять вернулся? Бывает, жизнь может стать еще хуже гораздо. Если Господь ему дает какие-то вещи, то есть, по сути дела, заново жить, и человек не воспринимает, то есть это, знаете как, кто кусает руку дающего, тот будет лизать сапог пинающего. Безравенцы это в церковной среде, в миру, то есть это очень такие вещи интересные. То есть нельзя на добро отвечать другим. Тебе Господь вытащил из этого дерьма, дал тебе шанс жить дальше. Не просто жить, а ради чего-то. Я бы еще дополнил бы, Сергей, те ребята, которые прошли качественную реабилитацию в профессиональных центрах, говорят очень интересную вещь, что реабилитация, программа «12 шагов» сломала им кайф от наркотиков. Они потом теперь так же, как раньше, кайфовать от наркотика не могут. И даже если они срываются, то вот эти срывы и количество употребления все меньше и меньше. У нас и звонок давайте примем, чтобы он не сорвался. Хорошо, дальше продолжим. Пожалуйста, ваш вопрос. Алло. Да, вы в эфире. Здравствуйте. А вот как избавиться от проблемы алкоголизма? Ну, тоже одна из насущих на проблему, а может быть даже и такая же одна из распространенных. Обратиться к специалистам наркодиспансера, пройти лечение, либо реабилитацию. Можно не обращаться, а пройти или посещать сообщество анонимных алкоголиков. На сегодняшний момент одно из эффективных средств в борьбе с алкоголизмом. Вот так все так просто и легко. Но у человека, может быть, есть такой психологический момент. Просто встать и куда-то надо пойти в общество и признаться, что я алкоголик. Ну, понимаете, для того, чтобы выиграть автомобиль в лотерею, надо хотя бы для начала купить лотерейный билет. Знаете, богатыми хотят стать, наверное, здоровыми много людей. Но для того, чтобы стать богатым, надо еще предпринимать какие-то действия, а не только хотения. А можно сидеть с кружкой пива и рассуждать о том, как я хочу бросить алкоголь или сигареты, как я хочу бросить курить и ничего при этом не делаю. Как многие как раз и делают. Сидят, пьют пиво и рассуждают. Как же избавиться? Да, русскому человеку свойственно ничего не делать и по телефону решить проблему своего алкоголизма. А вы считаете, невозможно самому вот так с собой договориться и избавиться? Я не знаю. Из зависимости. Обязательно идти к специалисту. Я думаю, для того, чтобы от чего-то избавиться, надо что-то начинать делать. Смотрите, что получается у нас. Что ожидает наркоман или алкоголика? Он должен либо умереть, то, что очень реально, даже можно сказать, сдохнуть, как правило. Либо тюрьма, то, что криминал рядышком ходит. Либо лечение, если вот те варианты не устраивает. Есть лечение по большому счету. Значит, какое может быть лечение? То есть, вариант первый. Государственная наркология, раз. Коммерческая, там Феникс, Шорина, династийские центры, платные, два. Православные центры, как у нас, три. Протестантские и им подобные общественные организации, некоммерческие какие-то, может быть, четыре. Окультная тема. Бабушки, ведуны, колдуны, экстрасенсы, целители, то есть, из этой категории. Пять. Еще случай, про который вы сейчас говорите, это когда редко, но бывает, человек себя за волосы берет, как Мюнхгаузен, выдергивает, уезжает куда-нибудь в деревню, не на месяц, только два, а два, три года. И возврат на старое место происходит очень плавненько, с опаской. Если опасность почувствовал, вернулся лучше. Еще один момент, когда совершенно случайно человек проходит, это купол увидел, колокол услышал, подошел, где-то батюшку встретил, поговорил, либо прихожанин, заинтересовался, начал ходить. Через постепенное воцерковление бросают, то есть, без каких-то... Ребилитационный центр, это что? Это же не панацея какая-то, у нас, допустим, это же не гарантия какая-то, в конце концов. Это просто один из центров, где созданы условия, минимальные условия, для того, чтобы человек мог укорабкиваться. Как инструмент? Просто некий инструмент, такой, да. Кто-то берет это, а кто-то то. А вы в своей практике не используете кодировку, ведь такой популярный способ избавиться, наверное, от алкоголизма? На примере наркологии кодировка наркоманов не просто мало, а просто неэффективна, или очень низкоэффективна. А против алкоголя? Ну, не для всех, там определенные медицинские показания есть, как за кодировку, так и против. Но это, наверное, больше, чем наркологам вопрос. Скажите, а если вот он алкоголик, ему куда же, опять в реабилитационный центр для наркоманов? Есть отдельные для них какие-то центры в городе? В городе я не знаю. у нас общие. То есть у нас многие пытаются делать это отдельные, то есть у нас все-таки общие. То есть и... Да, вообще у нас центр, он в нарушении всех правил, в общем-то, действует. Вот все, что можно там нарушить, мы все... И каким-то образом мы еще живем, существуем, и что-то получается. А почему говорят, что довольно трудно приходится излечить наркомана из-за их родителей и родственников? Чем они вам мешают? В наркомане заболевание семейное. Наркоман просто так в семье не появляется. И вы знаете, если брать сложности в лечении алкоголика, наркомана и его родственников, как вы думаете, с кем сложнее всего работать? Кто сложнее всего лечится? Родственники, так называемые созависимые. И знаете почему? Потому что нет критики к своему состоянию. Родственники говорят, «Знаете, я абсолютно здоров, я не пью, я не курю, я работаю, я абсолютно социально адаптированный, нормальный, в кавычках, человек». Ну, правильно говорите, что? Ну, вроде бы да. Но созависимость это такая сложная штука. Ну, может быть, мне сложно будет сейчас в эфире сказать, что это такое, но зависимый наркоман это и есть продукт созависимого родственника. И поэтому, если мы меняем семью, это 80% успеха того, что после реабилитации пациент попадет обратно в ту среду, в которой он жил в семью, и у него не будет срыва. 80% вклада в срыв своего родственника это вклад созависимый. То есть они сами того не хотят, провоцируют его на срыв. Своим поведением, подозрениями, обидами, подозрительностью, вопросами, как ты себя чувствуешь, почему у тебя глаза красные, или что у тебя в карманах, где ты был. Они же переживают, это понятно. Они переживают, вот эти переживания, как раз вот эта работа, на эти переживания, она и одна из основных работ с родственниками. Попробую с другой стороны, я могу сказать. Вот основная беда и проблема родителей, что они пытаются вызывать к логике либо к совести наркомана. А какая там логика рисует? Какая логика в том, что человек за свои деньги убивает сам себя или за деньги своих родителей? Какая совесть, если, как правило, переступают через матерей, переступают через жен, переступают через детей? По сути дела, продают своих родственников, ближайших, за эти наркотики. Так вот, если вызывать к логике к совести нельзя, по сути дела, это как психиатрия, то надо обращаться и к ним также. Ясно. Понятно, что репутация сегодня нуждается не только наркомана, а еще и их родственники. Спасибо вам за эфир. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин